Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшнее утро я приглашаю провести у нас на грядках. Так говорится, на зарядку на грядке. Но зарядку мы не будем проводить. А я хочу провести небольшую экскурсию. Как вы видите, у нас вокруг виноградники. Многие задают вопрос, можно ли садить, что можно садить и будет ли расти. Садить можно, могу сказать, даже нужно. И расти будет. В данный момент я хочу представить, у нас в междурядке находятся помидоры. Помидоры это высокоруслые, имеют вот такую вертикальную подвязочку. Для них рекомендовано натянуть шпалерочку. И вот такие вот веревочки натягиваем. Есть горизонтальные шпалеры, но мы вот уже несколько лет подряд пользуемся вертикальными шпалерами. Вертикальная подвязка необходима для того, чтобы высокорослый помидор не падал и прекрасно себя чувствовал. Вот, например, мы возьмем помидор, вот уже по мере его возрастания, вот так вот окутываем его. И таким образом он будет видеться, как вьющиеся растения. И будет ему хорошо, он будет хорошо проветриваться и будет приносить великолепные плоды. Скажем так, в южных регионах посынкование не приветствуется. Но у нас более северный регион, поэтому мы рекомендуем посынковать. Здесь между листочками и стеблем находится пасыночек, который нужно выщипывать, то есть убирать его. Вот таким образом мы не даем расти ему вширь, а даем расти в рост. Пасынки, если их не обрывать, они разрастаются вширь, и что дает растению очень много зелени, загущенности, нет проветриваемости, и вследствие этого начинают помидоры болеть. По мере возрастания томатов необходим следующий уход. Томат не любит частого полива, то есть ему достаточно поливать раз в неделю. Удобрять необходимо калийное удобрение для дальнейшего хорошего плодоношения. Улучшает калийное удобрение вкусовые качества томата. 10-14 дней раньше созревать, если вносить калийное удобрение. Обработки томатов тоже требуются в наших регионах. Есть появление грибковых заболеваний. Необходимо пользоваться препаратами от этих заболеваний. Ну, собственно говоря, и все премудрости выращивания томатов. Единственное, могу сказать, что томат не рекомендуется садить на ту почву, где произрастали ранее баклажаны. То есть почва истощается, и в нее нужно вносить рекомендуемые удобрения. Хочу представить вашему вниманию еще баклажаны. Как нам известно, многие жалуются на проблему выращивания баклажан. У многих не получается. Хочу сразу отметить, что баклажан любит очень богатую микроудобрениями землю. Баклажан не любит, когда его сажают на место ранее бывших томатов, перца. То есть ему нужна хорошая земля. Тогда он будет произрастать довольно-таки хорошо, бурно и давать хорошие плоды. Еще хочу отметить, что баклажан не любит, когда его высаживают слишком рано. То есть чем позже вы его высадите в землю рассаду, тем быстрее вы получите долгожданный плод и, соответственно, качественный плод. Хочу сказать и отметить, что баклажаны подвержены нападению вредителей. Поэтому обработку, как говорится, производить необходимо до цветения. Также баклажан еще подвержен при сильно влажной почве различным заболеваниям. Так как китоматы, он имеет возможность заболеть различными грибковыми заболеваниями. Чтобы этого не происходило, баклажан необходимо тоже посынковать. Здесь у нас тоже есть небольшие такие вот листочки уже появились. Их тоже нужно убирать, чтобы не растить к осени ботву, а растить именно плоды. Необходимо в дальнейшем обрывать нижние листочки. Особенно те листочки, которые уже поразились каким-нибудь заболеванием или же пожелтели. Их необходимо убирать и срывать, чтобы не разносилась различная гадость, скажем так. Баклажан очень любит рыхлую почву. Поэтому после каждого полива необходимо взрыхлять. Единственное, я хочу отметить, что нельзя углублять сильно, потому что корневая система у баклажана расположена очень близко к поверхности почвы. То есть максимум 3-5 сантиметров возможность рыхления почвы. А иначе вы нарушите корневую систему. Баклажаны созревают уже в конце августа и, в принципе, плодоносят до самых морозов. Многих заинтересовал, наверное, вид переднего плана. Это у нас растет некий сорт чеснока. Пока о нем сказать ничего не могу. Могу сказать, что клубень его достигает размера хорошего мужского кулака. В данном ситуации он уже отсвел, и вот уже в этих коробочках образуются семена. Как будет дальше, будем смотреть. Пока только эксперимент. И в заключение хотелось бы представить еще одну грядочку, на которой растут самые простейшие и довольно-таки всем известные представители зонтичных. Здесь и кинза, кориандр, что бишь. Здесь и укроп, здесь сельдерей. И, собственно говоря, большое разнообразие, которое можно посадить. То есть это ваша выдумка, и вы можете садить все, что угодно. И все будет расти. Главное, посадитесь с любовью. Например, у меня вот там сидит сначала были примулы, это были цветы для души. Затем был карликовый рис, затем побольший рис, который уже отсвел, и он, собственно говоря, не мешает произрастанию других трав пряных. Ваша выдумка, ваши желания, и все это возможно. Немножечко задержимся на кориандре. Ну, хотелось бы отметить их довольно-таки целебные качества. Несколько вкусовые, сколько даже целебные качества, которые применяемые в фармакологии. Также семена используются, и также зеленые листва используются. Даже в дредном Тибете использовали семена для лечения некоторых болезней. Он очень позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, является большим антисептиком. И, в общем, можно еще много-много о нем говорить. Но сейчас не об этом, сейчас мы говорим о той любимой пряности, которую уважают многие мужчины, ну и женщины тоже. Кинза в кулинарии применяется не только в салатах, не только как отдельный продукт. Она очень хороша в сочетании с рыбой. Вот, допустим, если взять подложку такую из сухого сельдерея, или же из зеленой травы, без разницы, то есть ароматные свойства передаются, то делать такую подложечку из кинзы, а сверху положить рыбку и накрыть еще одеяльцем такой из кинзы. И вот эту рыбку пожарить или в духовочке, или на сковородочке, как вам будет угодно. То есть это получается такая жарка минимальная, больше к тушению похоже. Но рыба от этого приобретает потрясающие свойства, потрясающие вкусовые качества. Нежнее рыбы просто я не видала. Далее у нас укроп. Укроп, который тоже имеет немало очень полезных свойств. В нем содержится и витамин А, и витамин В, большое количество витамина С. Ну и здесь не так заметно находится у нас сельдерей. Сельдерей у нас это еще только, скажем, саженцы, которые будут потом впоследствии рассаживаться. Это у нас сельдерей корневой. Их существует два вида. Есть листовой, есть корневой. В данном случае у нас представлен корневой сельдерей. Особенность выращивания корневого сельдерея состоит в том, что лист растет, пока растет ботва вверх, значит корень еще не созрел. Как только ботва начинает ложиться вниз, вот уже начинается созревание именно корня. В этот момент, это будет, наверное, середина августа, его раскопать в верхнюю часть и острым ножом срезать маленькие примыкающие корни. Если вы видели корневой сельдерей, вы обратили внимание, что он разветвляется очень-очень тоненькими и многочисленными корешками. Вот эти верхние корешки нужно обрезать. И тогда сама сила пойдет все в корень, а не в зелень. Широко применяется в кулинарии. Его можно варить в супы, делать салаты великолепные. Яблоко, лимон, сельдерей, это все приправить майонезом. Ну, кому не нравится, можно сметаной. То есть превосходное. А если добавить немножечко-немножечко кусочками банана, это вообще что-то. Дальше у нас представлен базилик. Это синий базилик, есть еще и зеленый. Ну вот, на мой взгляд, мне больше нравится по своим ароматным качествам синий базилик. Базилик тоже применяется в кулинарии, в различных соусах, добавляется в салаты. Еще должна заметить, что его лучше всего рвать, а не резать. То есть намного вкуснее тогда получается. Или же в ступочке толочь тогда все эфирные масла, ароматизация во много раз превышает, нежели вы просто порежете. Также применяется в кулинарии и семена. Базилика. Во многочисленных приправах сухой базилик применяется к мясу очень хорошо. И в заключение немного хочется рассказать о салате. Имеет огромное количество витаминов. Многие люди, страдающие ожирениями, артериальным давлением. То есть вот когда лето начинается, и использование его как можно чаще в салатах, и в чистом виде, то есть способствует похудению, способствует снижению артериального давления. Подсевать его можно целое лето. В принципе, любую зелень, скажем так, укроп, петрушку можно сеять целое лето с интервалом, скажем, 10-12, 2 недели. Вот это пройдет свежий, потом взойдет новый. То есть если есть такая возможность, то есть это можно подсевать, 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 и все время у вас будет целое лето свежая зелень. Ну вот, пожалуй, и все. На этом мой экскурс закончен. Я думаю, я вам показала достаточно наглядных примеров, как можно экономично воспользоваться каждым кусочком земли, рационально использовав его в своих целях. То есть хороших вам урожаев. Садите, не бойтесь, и все у вас получится. Всего доброго. Дальше, дальше, дальше ты моя, хочу на дачу я. Дальше, дальше, дальше ты моя, хочу на дачу я. Мне не надо, что на дачу еду я. Дальше, дальше, дальше. Продолжение следует...